Лучшая доярка Свердловщины Людмила Масленникова выехала за ворота властной резиденции в качестве пока пассажирки, но уже полноценной хозяйки новенькой Лады Гранты, самого популярного в сельской глубинке темно-синего окраса, ключи от которой и ПТС-ку в рамке за стеклом. Ей вручил от имени главы региона первый вице-губернатор Алексей Шмыков. По давней традиции власть ежегодно по весне собирает на торжественный прием и чествует уральских животноводов, стараниями которых каждый житель губернии каждое утро может выпить пару стаканов молока горноуральского разлива. В прошлом году производство молока в регионе приблизилось к отметке 850 тысяч тонн. Чтобы наглядно представить такое количество, скажу, что этого достаточно, чтобы каждый житель нашей области от младенца до почетного старца ежедневно выпивал по два стакана молока и даже налитые с горочкой. Аплодисменты Искра, как и многие прочие сельхозпредприятия губернии, возродилась на обломках развалившегося колхоза. Нашлись инвесторы, благодаря которым в нулевых удалось отстроить новый животноводческий комплекс, закупить оборудование. А в 2021-м Искра приобрела 550 дойных коров галштинской породы. Коров у нас на сегодняшний день 1250 голов, а общего по голове 2500. Людмила Масленникова из семьи колхозников – потомственных животноводов. После школы она мечтала стать железнодорожницей, но после учебы вернулась в родное село. И с мая 1988-го дует коров в Искре. Ну, оказывается, что на роду написано, то и. Рабочий день Людмилы Юрьевны, как и прочих доярок, начинается с позаранку. В 6 утра первая дойка, вторая в 2 по полудни, вечерняя в 10. У каждой буренки свой характер, но в целом, по словам Людмилы Масленниковой, коровы, как дети, требуют и ласки, и заботы. Ну, так же, как у нас дети. У одного один характер, у другого другой характер. Так и коровы такие же. Они каждый со своим характером. Они любят ласку. А когда их ругают, они опускают голову. Флорида Волигова, которую на ферме называют Фаиной, да и сама она чаще всего представляется этим именем, похоже, не завидует успехам своей давней напарницы. Скорее, рада тому, что к Людмиле на Медне из большого города приехали журналисты. Мы с ней давно работаем. Хорошая женщина, хорошо работает. Добросовестная. Больше 30 лет в канун женского праздника власть собирает в самом респектабельном месте. В белоколонном зале дома Севастьянова, в котором в 2009 году проходил саммит стран-участниц ШОС, Шанхайской организации сотрудничества лучших доярок, ветеринаров, фельдшеров, трактористов, слесарей и заведующих фермами, чтобы подытожить животноводческие дела, вручить грамоты лучшим из лучших. Год от года уральские молочники ставят новые рекорды. Продуктивность дойного стада в регионе растет уже на протяжении 13 лет. С выше полусотни хозяйств получили от каждой коровы более 8 тысяч килограммов молока. Это показатели действительно мирового уровня. По словам первого вице-губернатора Алексея Шмыкова, власть системно помогает животноводам и попутно инвестирует немалые средства в обустройство сельского быта. И мы продолжим оказывать системную поддержку нашим животноводам, строить современные комплексы, модернизировать действующее производство, создавать условия для внедрения новых технологий, решать кадровые вопросы и повышать престиж профессии. А самое главное делать необходимое, чтобы обеспечить жителям сельских территорий те же возможности и такой же уровень комфорта, как и в городах. 37 лучших животноводов получили из властных рук почетные грамоты от губернатора и благодарственные письма от областного парламента и профильного министерства.